Добрый вечер! В эфире Новоуральской обещательной компании «Время новостей». Сегодня 22 февраля пятница. Студия Альбина Бабкова. Смотрите в этом выпуске. В финансы для Новоуральска. Экологическим фондом России выделено 90 миллионов рублей Новоуральскому округу на закупку современного оборудования для мусора сортировочного завода. Он разместится на полигоне МУП Ритуал. Уже завтра страна отметит День защитника Отечества. Самый мужественный праздник в году. В Севпарк 23 февраля в Центральном парке культуры и отдыха состоится большой городской праздник. А теперь об этой и других темах подробнее. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Дениса Буцаева генеральным директором российского экологического оператора. Об этом было заявлено на селектором на совещании по теме перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Как сообщает пресс-служба правительства Российской Федерации, публично правовая компания «Российский экологический оператор» будет координировать действия существующих региональных операторов. Прошу оказывать новой компании руководству поддержку, особенно на ранних стадиях. Надо сформировать эффективную команду, чтобы она помогала проведению всех необходимых мероприятий, отметил Дмитрий Медведев. По словам главы Кабмина, федеральный центр уже принял необходимые меры для эффективной реализации мусорной реформы. Дело остается за регионами, а на руководителей субъектов России ложится большая ответственность. В режиме видеоконференции в совещании принял участие также и губернатор Свердловской области Евгений Кувышев. Комитет по аграрной политике и природопользованию и охране окружающей среды Законодательного собрания Свердловской области создал рабочую группу по мусорной реформе. Депутаты, входящие в состав этой группы, будут отслеживать проблемные моменты, связанные с работой региональных операторов по поступающим обращениям граждан и выдвигать законодательные инициативы для решения проблем. Областное министерство энергетики и ЖКХ потребовало от региональных операторов по вызову твердых коммунальных отходов принять меры по формированию актуальной базы данных о потребителях. Также организации должны незамедлительно устранить нарушения в январских начислениях. Как сообщают в Департаменте информполитики Свердловской области, с начала февраля в адрес Минжи КХ от жителей региона поступило свыше 200 жалоб на завышенные счета по вывозу отходов. Был выявлен ряд нарушений не только по срокам выставления квитанций, но и по наличию в них некорректной информации о потребителях. Это свидетельствует о неудовлетворительной работе региональных операторов и нанятых ими расчетных центров. Это снижает доверие граждан не только к их работе, но и в целом ко всей системе обращения с отходами, что на наш взгляд совершенно необоснованно и недопустимо, заявил глава Минжи КХ Николай Смирнов. По этому поводу министерство направило официальное письмо в адрес руководителей региональных операторов Свердловской области. Операторы в кратчайшие сроки до следующего этапа выставления квитанций должны сделать необходимые перерасчеты. Экологическим фондом Российской Федерации предусмотрены для Свердловской области значительные средства в связи с мусорной реформой. 90 миллионов рублей будут направлены через область, конкретно на Вурайску, на приобретение современного оборудования для специализированного завода. Это будет мусо-ассортировочный комплекс. Тему продолжит Наталья Рау. Замечали ли вы когда-нибудь, сколько бытового мусора скапливается у нас в квартирах, домах ежедневно? Отходы утилизируются и перерабатываются. Вообще мусор бывает коммунально-бытовой, промышленный и военного происхождения. Отходы делятся на пять классов, то есть классифицируются. Безусловно, отходы нужно утилизировать. Бытовой мусор выбрасывается в урны, контейнеры, накапливается, затем вывозится специальными службами на сортировочные заводы. По данным за 2017 год на территории России зарегистрировано 243 мусороперерабатывающих завода, 50 мусоросортировочных и 10 мусоросжигательных. В Новоуральске ничего сжигать не будут. На полигоне МУП Ритуал планируется построить мусоросортировочный завод. Никакого сжигания Свердловской области мусора не будет, и об этом сказал губернатор. Поэтому никакого мусоросжигательного завода в Новоуральске не будет. Речь идет о мусоросортировочном комплексе и о его строительстве. Мусоросортировочные заводы – это организации. Их цель – получение полезных компонентов из мусора для дальнейшей работы с ними. На выходе получаются различные материалы, которые затем повторно используются в производстве – стекло, резина, бумага, пластик. Крупный мусор измельчают, затем определяют наличие полезного мусора – стеклянные, пластиковые изделия, бумага и так далее. Сортируются по типу, цвету, после чего прессуются. Специальные приборы выделяют магнитные элементы, другие определяют немагнитные металлы, которые также отделяют от остального мусора и прессуют. Через фонд, экологический фонд Российской Федерации предусмотрено в Сырловской области финансирование в размере 91-92 миллиона рублей. Сырловская область готова, в лице Министерства жилищно-коммунального хозяйства, готова выделить эти деньги на закупку оборудования для мусоросортировочного комплекса и установки его на Уральске, на территории полигона «Мупритуал». Сейчас серьезно подошли к будущему финансированию и увидели, что одно дело закуп оборудования, а другое дело его монтаж. Чтобы осудить монтаж, нужно пройти серьезные подготовительные процедуры. Сейчас мы сверстали дорожную карту и будем двигаться в этом направлении. Тенденции последнего времени – сортировка мусора самим потребителям, когда человек распределяет по контейнерам отходы отдельно картон, пластик, стекло или металл. Но если для Европы это привычная практика, то для России это пока новшество. Чтобы его внедрить в жизнь, должно пройти немало времени. А пока этот трудоемкий процесс будут осуществлять специализированные заводы. Наталья Рау, Дмитрий Дедюхин, Новоральская вещательная компания. Уже завтра вся страна будет отмечать самый мужественный праздник календаря – День защитника Отечества. Губернатор Свердловской области Евгений Кувишев поздравил жителей региона с этим праздником. Как отметил глава Среднего Урала, защита Родины, самоотверженное ратное служение отчизны всегда было в нашей стране высоко почитаемой и благородной миссией. Нынешнее поколение защитников Отечества с честью продолжает традиции предков, на протяжении веков защищавших Россию от вражеских посягательств, отстоявших свободу и независимость нашей страны. В годы Великой Отечественной войны Свердловской области стала мощным военным арсеналом. Свыше 700 тысяч уральцев воевали на полях сражений. А те, кто остался в тылу, ежедневно не щадя силы здоровья, ковали оружие победы, создавали новые лекарства, лечили раненых бойцов, отправляли на фронт составы с продовольствием, оружием, обмундированием. Сегодня работники обороны промышленного комплекса Свердловской области продолжают укреплять обороноспособность страны, разрабатывают уникальные технологии, создают передовые образцы вооружения, оснащая российскую армию, флот и силовые службы России. Низкий поклон ветеранам и огромная благодарность тем, кто сегодня укрепляет обороноспособность государства, честно исполняет воинский долг и стоит на страже мирной жизни, кто обеспечивает общественную безопасность и правопорядок, предотвращает угрозы терроризма и экстремизму, кто приходит на помощь уральцам в чрезвычайных ситуациях. Губернатор пожелал защитникам Отечества всех поколений мира новых успехов в службе жизни, здоровья, благополучия и всего самого доброго. Без права на забвение в Новорайске продолжаются мероприятия, посвященные 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. Оно отмечалось 15 февраля. По всей стране в этот день прошли торжественные митинги, а накануне Дня защитника Отечества 21 февраля прошла еще одна встреча афганцев. В концертно-спортивном комплексе все вместе собрались те, кто выполнял свой интернациональный долг, рассказывает Анна Акрамова. Афганцы стали собираться еще задолго до начала мероприятия. На входе их ждал сюрприз. Второклассники из 45-й школы от всего сердца поздравили ветеранов-интернационалистов с наступающим Днем Защитника Отечества и подарили открытки, сделанные своими руками. С праздником вас! Удачи, здоровья и счастья! Такие встречи всегда проходят душевно, но в то же время с горечью на сердце. Война – это всегда трагедия, потери и слезы. За почти 10 лет афганской войны через нее прошло более 7 тысяч жителей Свердловской области. В Новоуральске на сегодняшний день афганцев более 80. Такие встречи боевых друзей дают возможность вспомнить о событиях тех далеких лет, отдать дань памяти новоуральцам, погибшим на земле Афганистана. У каждого, кто пришел на встречу в КСК в честь юбилейной даты, своя история. Абсолютно у каждого афганца был свой подвиг на той войне. По своей специальности я авиационный инженер, то есть я летал на спасатели под Красным Крестом. За эти месяцы сколько я там отслужил, Господь, я не знаю сколько. Человек 300, наверное, я Ташкент увез, ребят. А сколько в Кабул, обычно ночью летали, по точкам собирали раненых. И в КБУ госпиталь. Ну вот такая работа была. Мы были из разных городов. То есть у меня, я был командиром отделения. В моем подчинении было и из Казахстана, и двое из Украины. В общем, такое интернациональное, как бы, такое отделение, которое вот едины были духом. Мы шли туда по зову сердца. Войны-интернационалисты – это единое братство. Здесь каждый прошел через школу мужества. Сегодня ветераны боевых действий – пример патриотизма и силы духа. Я участник, конечно, другого конфликта на Северном Кавказе, который непосредственно вылился из афганской событий. И офицеры, которые нас учили, которые на боевые с нами ходили, они были в основном афганцы. Опыт, приобретенный ими, помог нам остаться в живых, городских условиях. Мы вспоминали ветеранов Великой Отечественной войны, когда они освобождали город за городом. Война в Афганистане и в Чечне продемонстрировали лучшие качества российского воина. Товарищество, взаимопомощь, храбрость, героизм – это пример подрастающему поколению россиян. Могу сказать одно, что нынешнее поколение, воспитываемое нами, ваши дети, ваши внуки, растут достойной сменой нам. И не дай бог, если случится трагедия с нашей страной, эти юноши как один встанут на защиту, поверьте мне. В честь 30-летия со дня вывода войск из Афганистана ветеранам вручили юбилейные медали и тельняшки. Перед гостями выступили курсанты ВПК «Крылатая гвардия». На встрече звучали песни, трогающие за душу каждого, кто был в зале. Завтра, 23 февраля, как и многие мужчины в нашей стране, воины-интернационалисты встретят День защитника Отечества. Это по праву их день – праздник мужества, отваги, патриотизма. Он объединяет людей, верных своему делу и своей родине. Анна Крамова, Дмитрий Дедюхин, Навуральская обещательная компания. Праздничные концерты ко дню защитника Отечества состоялись в Театре музыки, драмы и комедии, а также в Доме культуры Навуральске. Это традиционные городские торжества для ветеранов. Своими выступлениями порадовали артисты театра и коллективы Дома культуры. Концерт в Театре музыки, драмы и комедии прошел под овации зрителей. Песни военных лет, выступления духового оркестра, солистов и артистов балета театра – все это сделало встречу ко дню защитника Отечества душевной и теплой. Со сцены театра собравшихся ветеранов, защитников Отечества поприветствовал Андрей Понешников, заместитель главы администрации по безопасности и режиму. Наш город очень специфичен. И с полным правом в нашем городе можно поздравлять с этим праздником не только людей, на чьих плечах лежат или лежали погоны, но и всех жителей города, которые строили и работали на городообразующем предприятии, которые строили наш светлый и красивый город. Потому что все мы с вами в той или иной степени работали на обороноспособность нашей страны. В День защитника Отечества в России принято поздравлять мужчин всех профессий возраста, в том числе и юношей, которым предстоит защищать родину в будущем. Чествуют в День защитника Отечества и женщин, так как многие из них рискуя своей жизнью защищаются отечественников от различных опасностей. Концерт «Чезня защитника Отечества» прошел и в Доме культуры Новоуральские коллективы ДК. приготовили для гостей праздничную программу, которая никого не оставила равнодушным. Самыми теплыми и искренними словами всех защитников поздравляют ветераны. Дорогие и милые наши мужчины, мы вас всех любим. Желаем вам всем здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов и на работе, и в семейной жизни. Всех мужчин нашего города, молодых, старых, маленьких, больших, участников боевых действий, участников войны, всех с этим большим, таким огромным праздником, чтобы у них всегда хватало сил на защиту нашего Отечества. Я как самый бывший капитан теперь отставки, самый наш праздник, поэтому поздравляю всех бывших и настоящих, и будущих защитников с наступающим праздником. Всех здоровья, успехов, благополучия, семьи и всего самого доброго. Поздравляю с праздником, желаю всем, конечно, здоровья, благополучия семейного. Поздравляю мужчин и женщин с большим таким праздником. Желаю всего доброго, хорошего, здоровья и самое главное, чтобы не было войны. Самое приятное поздравление для взрослых защитников Отечества звучат из уст детей. Ребята из детского сада «22» рассказали нашей съемочной группе о своих папах. Кто из пап в детстве не играл в солдатиков, в войнушку – это привычная игра для представителей сильной половины человечества. Практически с пеленок мы воспитываем в своих сыновьях сильных и мужественных, стойких, отважных и при этом умеющих любить людей. Себя, свою жену, детей и, конечно же, Отечество. О патриотизме говорит и маленькая Соня, которая с особым трепетом держит папину фотографию в руках и рассказывает о его профессии пожарного. В ракетных войсках. И я его очень люблю. Хотя он часто уходит на работу, и я все равно его люблю. День защитника Отечества. А что это за праздник такой? День всех мужчин. Какими должны быть мужчины? Мы должны быть хорошими, должны защищать девочек. Мой папа сильный, никого не боится, он всегда всем помогает. Папа меня всегда любит и дает хорошие советы мне. Мой папа веселый, добрый, хороший, смелый, сильный. Вот все мужчины, которые сейчас в армии служат, они защищают нашу Родину. Поэтому и назвали День защитника Отечества. Просто мальчики защищают девочек. А мужчины какие должны быть? Сильные, отважные, умелые. Мы делали кораблик и залегавили. Мы делали кораблик и залегавили. Для кого? Для пап, братьев и дедушек. Глядя на этих мальчишек, умеющих постоять за себя и свою команду, нести оборону и побеждать условного противника, можно быть уверенными в завтрашнем дне. Растут настоящие защитники Отечества. Дружил со всеми и любил меня. Желаю, чтобы они были сильные всегда, и добрые, и вежливые. Я желаю папе, чтобы он не болел и всегда был красивым. Я желаю папе, чтобы он нас защищал и он нас любил. Мой папа силеный, смелый, большой. Я желаю тебе, папочка, здоровья, любви и счастья. Российский воин бережет родной страны покоя и славу. Он на посту, и наш народ гордится армией по праву. Спокойно дети будут растут в российской солнечной отчизне. Он охраняет мирный труд, прекрасный труд твоим о жизни. Действительно, устами младенца глаголит истина 23 февраля всенародно любимый праздник, символ мужества, стойкости. С праздником всех, кто служил во благо Отечества, несет боевую вахту и только готовится вступить в ряды российской армии. Всех юных и взрослых мужчин с Днем Защитника Отечества. Наталья Рау, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Завтра, 23 февраля, в Центральном парке культуры и отдыха состоится большой городской праздник. На территории парка будет представлена пожарная, аварийно-спасательная техника. Ее можно будет изучить, со всех сторон потрогать и даже залезть внутрь. Интересующиеся современным оружием смогут посетить выставку в большой восковой палатке. Гости праздника под руководством профессионала не только смогут подержать в руках, но и самостоятельно собрать и разобрать оружие. Всем желающим специалисты-кинологи продемонстрируют, как собаки задерживают преступников и ищут контрабанду. А передвижная криминалистическая лаборатория поведает, как криминалисты исследуют место преступления. Для вас снятие отпечатков, работа с металлоискателями и многое другое. Ну и, конечно, самым главным аттракционом праздника станет полевая кухня с раздачей настоящей солдатской каши и горячего чая. Начало праздника в 13 часов. Новоурайская вещательная компания присоединяется ко всем поздравлениям с Днем Защитника Отечества. Желает всем благополучия и мирного неба над головой. А на этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам самого доброго, хороших всем выходных и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова